В Алматы проходит рассмотрение громкого уголовного дела в отношении членов преступной группировки, расстрелявшей в апреле этого года в одном из микрорайонов города бойцов спецподразделения «Сунгкар». В связи с гибелью главы ОПГ Розенбаи Ишимбетова и его подельника Абдулмансура Ниязова на схамье подсудимых оказались двое членов группировки – Кадыр Кадыров, 1973 года рождения, и Толкун Маметов, 1980 года рождения. За несколько лет они совершили множество тяжких преступлений. Помимо шести убийств, их обвиняют в двух покушениях на убийство незаконным хранением оружия, создании ОПГ и вымогательстве. По делу проходят 15 потерпевших, среди которых есть спецназовцы. В том апрельском штурме в микрорайоне Калкаман 9 бойцов пострадали, двое получили тяжелые травмы и увечья. Глава группировки, выпускник университета Нурмубарак, 35-летний Розенбаи Ишимбетов и его напарник, 40-летний Абдулмансур Ниязов, подорвали себя гранатами. Кадыра Кадырова удалось взять живым. Двумя днями ранее задержали еще одного члена банды, титулованного спортсмена, чемпиона мира по тайскому боксу Долкуна Мамедова. У Кадырова, у него вообще 6 трупов, да, и еще, будем говорить, вооруженное сопротивление работникам полиции. Там еще пострадавшие есть, но там нет умерших. У всех у них, да, они членами банды являются. И, естественно, у них незаконное охранение, приобретение, отношение, изготовление оружия. У них были обрезы, пистолеты, автомат и гранаты. При этом члены группировки возомнили себя проповедниками ислама и борцами за человеческими пороками. Полицейского даулета Косымова они убили после того, как страж правопорядка отпустил ранее задержанных девиц легкого поведения. По мнению Шимбетова и его сообщников, участковый должен был устроить над ночными бабочками самосуд. 19-летнего Григория зарезали якобы за то, что он оказывал интим услуги мужчинам. Его нашли по объявлению в газете и назначили встречу войнобулаки. Целителя Александра Бодрова застрелили за то, что тот занимался богохульными делами, а именно лечил людей при помощи магии. Еще троих предпринимателей Рафика Воитова, его зятя и племянника из Шимбетов и Кадыров расстреляли во дворе частного дома. У них борцы за нравственность вымогали деньги. На сегодняшнем заседании судья и присяжные заслушивали сторону потерпевших – жен, матерей, отцов убитых. Правда, все они отказались от общения с прессой, кроме сестры задерживана Долкуна Мамедова. Женщина во всех грехах обвиняет покойного Рузимба из Шимбетова. Якобы тот имел власть над людьми и занимался гипнозом. И нам ни в чем не виноват. Он виноват, может, в какой-то части виноват. Это случилось очень под влиянием гипноза. Но гипноз был очень сильный, потому что многие к нему ходили. Я даже хотела записаться этому к Шимбетову. И нам Долкун, он не такой. Он очень справедливый, честный был. Как он в эту организацию попал, как он попал в воздействие. Он очень доверчивый. По словам прокурора, рассмотрение дела продлится до конца этого года. В начале января обвиняемым вынесут приговор. Очередное слушание состоится 30 ноября.